До того, как простота и удобство консольных игр стали реальностью, мы были по уши в модах и патчах, созданными фанатами, которые переделывали исходный код игры, чтобы его улучшить. Некоторые из этих модов были сделаны для того, чтобы добавить паровозика Томаса, ну или криминальную Россию. Но некоторые были даже важнее этого, представьте себе. Иногда упорство и неоплачиваемые добровольцы были единственными, кто спасал сломанные, недоделанные, а иногда даже отсутствующие части игры. А все ради того, чтобы игроки смогли наконец-то полноценно насладиться игрой. Всем привет, ребят, я Никитун и это семерка раз, когда игры приходилось доделывать фанатам. Приятного просмотра. Супер Марио 64 Я знаю, что вы думаете. Супер Марио 64 на Западе считают одной из лучших игр всех времен и народов. Как ее можно исправить? Вы же не дорисовали бы Мони Лиззи модную шляпку? Не добавили бы в Тадж-Махал гараж на две машины? Не приделали бы Бретту Питу второй нос? То-то же. Но тогда как Супер Марио 64 довольно близко подходит к недостижимому идеалу трехмерного платформера, она оказывается далека от достижения своего полного потенциала. А все потому, что изначально в ней должен был быть кооперативный режим с участием всеми любимого долговязого и вечно волнующегося брата Марио, Луиджи Марио. Должен отметить, что охота на призраков не входит в обязанности водопроводчика. Согласно старым интервью, которые можно отыскать в японском руководстве к игре, в Супер Марио 64, вышедший в июне 96-го года, Луиджи пробыл аж до февраля того же года. После чего его безжалостно вырезали из-за количества ресурсов, необходимых для отображения сложных уровней игры. В 2013-м Нинтенто также провела интервью с Йосиакей Каидзуми, который был заместителем руководителя проекта, где он заявил, что больше всего в жизни сожалеет об удалении Луиджи из игры. Он сказал, со слезами на глазах нам пришлось попросить Луиджи уйти. Им пришлось попросить его уйти? Я определенно чего-то не понимаю в разработке игр. С тех пор мы увидели еще больше доказательств существования режима, ведь код для него был найден в декомпилированной версии игры. А в 2020-м, благодаря утечке материалов Нинтендо, мы получили и трехмерную модельку Луиджи. К счастью, на тот момент модеры уже работали над возвращением режима в игру. Они создали модификацию для игры, позволявшую восстановить второго персонажа во всем его зеленом великолепии. Более того, тогда как ранние версии мода можно было проходить только на эмуляторе консоли на ПК, в последних появилось достаточно оптимизации для того, чтобы комфортно играть на оригинальном железе. Силами фанатов наконец-то были решены проблемы с производительностью, которые заставили авторов много лет назад вырезать Луиджи из игры. Ой, извиняюсь, попросить его уйти. А что, если он отказался бы? Вемпайр Дамаскеред Блад Лайнс Если вы никогда не слышали об игрушке Вемпайр Дамаскеред Блад Лайнс, то вы, наверное, только начали смотреть мои видео. Я практически не перестаю о ней говорить, но сегодня упоминаю ее по особенно важному поводу. Потому что неофициальный патч для игры, может и неофициальный, но для вампирской жизни он даже важнее попыток соблазнить каждого смертного, оказавшегося у вас на пути. Вот что получается, если вложить все очки в сексуальность. Да, это не настоящая характеристика, но можно же помечтать. Эта классическая ролевая игра четвертого года выпуска всесторонне демонстрирует вам погружение в мир тьмы в роли новообращенной вампирской прислуги. Вам нужно будет заниматься вампирскими делами в окружении постоянно что-то замышляющих родственничков из Лос-Анджелеса и пытаться вылезти из гнусной квартирки с грязными матрасами и дорасти до высококлассного жилья в центре с личной слугой. Так и есть, Хезер, ты просто не видела мой грязный матрас. За то, что мы можем с удовольствием махать сверхъестественными конечностями в самых готичных клубах Лос-Анджелеса, нам, естественно, нужно поблагодарить разработчиков «Тройка Геймс», но также и неофициальный фанатский патч, которым занимался модер Вернер Спалл, известный как ВС-5. Когда в ноябре 2004 года под давлением издателя Activision игру выпихнули на рынок, она была менее закончена, чем это предложение, в котором... Более того, игра вышла в один день с Half-Life 2, о которой вы просто обязаны были слышать. После разочаровавших продаж большинство разработчиков уволили, а студию вскоре закрыли, что оставило Bloodlines в плачевном состоянии. И я говорю не о забавных глюках, которые можно было бы показывать в этом видео, а о совсем невеселых поломанных заданиях, отсутствующих опциях и ужасных вылетах. Работу над игрой продолжил модер Вернер Спалл, который много лет убирал баги и возвращал в игру незаконченный контент, порой добавляя совершенно новые задания. Он настолько серьезно подошел к делу, что самая свежая версия патча 11.1 вышла в этом году, то есть через 18 лет после выхода игры. В общем, этот неофициальный фанатский патч настолько важен, что в наши дни труднее заставить игру работать без него, чем с ним. Вы прослушали еженедельный сегмент новостей об игре 18-летней давности. Присоединяйтесь к нам на следующей неделе, чтобы услышать продолжающиеся жалобы на то, что вторая часть до сих пор не вышла. Дайкатана. Представьте, что вы Джон Ромеро, известный и почитаемый создатель классических шутеров Doom, Doom 2 и Quake. Представьте, что вы покинули id Software и основали свою студию, Eon Storm. Представьте бремя ожиданий, связанных с вашей новой игрой Дайкатана, которая просто обязана оказаться такой же революционной и гениальной, как Doom и Quake. А теперь представьте, что вы случайно выпустили игру, где первый час вас заживо жрут надоедливые роболягушки и стрекозы. Это как Крестный Отец 3, только в тысячу раз хуже. Крестный Отец 3 тысячи. Ммм, вообще звучит интригующе. Дайкатана была отвратительной игрой с бредовым сюжетом про путешествия во времени, сбивающими с толку уровнями и, что хуже всего, с парой потрясающе тупых союзников, которых вы подбирали в начале игры. Микика Эбихара и Суперфлай Джонсон не только могли умереть, но и всячески к этому стремились. Это все равно, что приглядывать за парой трехлеток на фабрике по производству бензопил. Только хуже ситуацию делало то, что Дайкатана до релиза наделала гораздо больше шума, чем ей стоило бы. Возможно, больше, чем какая-либо другая игра. Агрессивная рекламная компания даже обещала, что Джон Ромеро, я цитирую, сделает вас своей сучкой. Ну и если он имел в виду, что обманом заставит меня купить невероятно разочаровывающую игру, то да, что-то подобное он со мной точно сделал. И тогда как в 2000-м для игры вышло два патча, 1.1 и 1.2, они совершенно ничего не сделали для того, чтобы исправить тупоголовых ботов, которые превращали три четверти игры в самую длинную и раздражающую эскорт-миссию в истории. Но потом, 14 лет спустя, нас ждал сюрприз. Вышел патч 1.3. Это было сюрпризом по двум причинам. Во-первых, High and Storm на тот момент не существовало уже 9 лет. Во-вторых, капец, кто-то до сих пор играет в эту игру? Может, им удалось пройти робо-легушек? Несмотря на официально выглядящий номер версии, патч был фанатской разработкой, которая должна была исправить множество багов, которые команда Ромеро исправить не смогла. Среди которых, что важнее всего, был искусственный интеллект компаньона. Им добавили новый улучшенный пассфайндинг. А если боты продолжали вам надоедать, то их можно было сделать неуязвимыми. Или что еще лучше, отключить. Наконец-то. Так что же, стала ли Дайкатана хорошей игрой? Нет, она стала лучше. Стар Ворс Найтс оф Зелт Репаблик 2 Тесит Лордс. Все мы порой грешим излишне амбициозными планами. Порой мы решаем, что пойдем на пробежку с утра, или что за один выходной выдраем весь дом от пола до потолка, или что придумаем какую-нибудь забавную третью вещь, которая сделает данный абзац смешной шуткой. Такое редко получается проделать. Но какими бы амбициозными вы ни были, вы вряд ли решите, что вы способны разработать от начала и до конца новую игру в серии Стар Ворс за 14-16 месяцев. Если вы, конечно, не Obsidian Entertainment. Авторы вышедшей в 2004-м Стар Ворс Найтс оф Зелт Репаблик 2 Тесит Лордс. Если так, то здравствуйте. Я большой фанат вашей Нью-Вегас. Давление на Obsidian, которое пришлось создать сиквел Коттер чуть более чем за год, оказывал издатель Лукас Артс. Да покоится он с миром. Obsidian сделала все возможное. Но когда Коттер 2 вышла на Иксбокс в декабре 2004-го года, стало ясно, что необходимость выпустить игру в сжатые сроки сделала ее настоящей энциклопедией багов. Более того, когда версия для ПК вышла через 3 месяца, также оказалось, что в файлах игры были скрыты вагон и маленькая тележка неиспользованного контента. Это было свидетельством наполеоновских амбиций Obsidian, которым не суждено было реализоваться. Прямо как моим утренним пробежкам. И тогда фанаты решили поработать над спасением вырезанного контента. Благодаря этому мы в итоге получили The Seed Lords Ресторт Контент Мод за авторством команды, основанной моддерами Сбайл 2 и Дарт Стоуни, который исправил сотни багов и вытащил на свет божий массу неиспользованного контента. Ресторт Контент Мод расширил массу сюжетных нюансов, диалогов, катсцен и интерактивных секций, во многих из которых вашего саркастичного дружка-пилота Этана Ренда подначивают другие члены вашей группы. Этот мод стал настоящим подарком для тех, кто интересовался изначальным видением Obsidian, а также для тех, кто хотел, чтобы Этана как следует подзадирали. При поддержке этого мода также работает другой крупный мод, M478 Enhancement Project, который добавляет в игру целую новую планету, где ваш кровожадный друг робот HK47 уничтожает фабрику дроидов. Этот мод несколько отличался от Ресторт Контент Мода тем, что для объединения происходящего с остальным сюжетом пришлось создать немало оригинального контента. Но благодаря этим модам Knights of the Republic 2 значительно ближе подобралась к тому законченному и отполированному состоянию, в котором она могла бы выйти в идеале. В Ресторт Контент Моде даже расширили довольно скудную концовку игры, добавив в нее дополнительные детали и позволив Этану умереть ужасной смертью. Как же всем повезло, кроме него. Полис Нотс. Хидео Кодзима – это современный автор множества видеоигр, который известен в основном по серии Metal Gear, но работал он и над другими проектами. В 1994-м он выпустил фантастический квест Полис Нотс интригующим детективным сюжетом, о котором мало кто слышал вне Японии, родины автора. В игре вам предстоит взять на себя роль напарников Джонатана Ингрэма и Эда Брауна, которые, уверяю вас, ни капли не похожи на Рикса и Мирта и Смертельного Оружия. Вы еще скажете, что Solid Snake с Лизан с Плискина из Побега из Нью-Йорка. Или что Снэтчер от Кодзимы почти полностью повторяет сюжет Бегущего по Лезвию. Короче, несмотря на интересный подход к заимствованию голливудских произведений, Кодзима – это один из самых уважаемых геймдизайнеров в мире, у которого найдутся фанаты в любой стране. Так что несколько удивительно, что лишь немногие из них играли в Полис Нотс, который является не только неплохой игрой, но и ключевой вехой в истории развития геймдизайна Кодзимы. А дело все в том, что издатель, Konami, не перевел игру на английский язык. Ну или в том, что мы все коллективно не смогли выучить японский. Но в этом видео давайте лучше во всем винить Konami. К счастью, группа увлеченных и целеустремленных фанатов решила данную проблему с помощью тщательного, проработанного и, на удивление, умелого перевода, которым может быть пропатчена ваша явно легальная, приобретенная японская версия игры для PlayStation 1. Перевод был непростой задачей, ведь в этом квесте на двух дисках нужно было не только перевести текст, но и перерисовать все графические элементы, на которых могла содержаться полезная для игрока информация. Согласно описанию к патчу, в игре не осталось ни одного японского символа. И это отлично, потому что я слишком ленивый для того, чтобы учить японский. Готика 3. Сложность в создании видео о багах в видеоигре заключается в их непредсказуемой природе. Вам остается только играть, записывать геймплей и надеяться на лучшее. К счастью, с этим не было проблем в фэнтезийной ролевой игре с открытым миром Готика 3. Ведь сразу после начала игры я не мог двигаться или взять в руки меч в секции обучения, в которой нужно взять в руки меч. Я мог только беспомощно стоять и наблюдать, как мои более подвижные друзья защищают город от злых орков. В какой-то момент я осознал, что несмотря на неспособность ходить и использовать меч, я мог бить кулаком, и каждый удар заставлял меня сделать шаг вперед. Так что в теории я мог бы добраться до врага ударами и атаковать его. Если бы он стоял прямо передо мной, конечно. У всех есть Элден Ринг, а у меня вот Готика. Если я хотел сменить направление движения, я мог убрать кулаки, повернуть камеру, а потом продолжать бить. Через какое-то время я застрял в ведре. А потом ко мне подошел орк и начал меня бесконечно убивать. Выпьем не чокай за Избивателя Орков. Так я называю своего безымянного по канону героя из Готики 3. В общем, мне показалось, что это подходящий момент для того, чтобы выйти из игры и установить знаменитый патч от сообщества фанатов. Видите ли, когда Готика 3 вышла на ПК в 2006, она была, как говорят профессиональные программисты, пипец как забагована. Выпустив несколько патчей, разработчик Пиранья Байтс и издатель Джо Ууд поссорились и оставили игру в не самом играбельном состоянии. Играть было не проще, чем потираться наждачкой. У сообщества ушли годы на то, чтобы создать Готик 3 комьюнити патч, который в 2012 году добрался до версии 1.75. Этот патч весил полтора гигабайта, то есть как половина игры. И содержали тысячи исправлений и улучшений, которые вместе делали игру довольно неплохой. Как вы видите, в пропатченной версии Избиватель Орков получил невероятное умение держать меч. Теперь он кромсатель орков. Придется исправлять татуировку. Если вы играли в JRPG в 97-м, то вероятнее всего это была горячо любимая фанатами и довольно массивная Final Fantasy 7. Ах, это настоящий венец повествования о видеоиграх. Но у вас был и другой вариант, Гранди. В ней не хватало комедийных битв с помощью пощечин, но хватало всего остального. В ней вас ждали смесь двухмерных персонажей и трехмерного окружения, душевный и берущий за живое сюжет, а также уникальный вариант традиционный для жанра боевой системы, в которой можно было прерывать атаки врагов и заставлять их ходы наступать позже. Также в игре была система позиционирования, позволявшая максимально эффективно атаковать противников, и несколько систем повышения уровней. В целом, все это выливалось в хорошо проработанную ролевую игру, которая требовала продумывать стратегию ведения боя. У нее была только одна проблема. Пройти Гранди было легче, чем случайно оторвать уголок бумажного полотенца мокрыми руками. Да, если не считать нескольких схваток с боссами, часть из которых была необязательной, можно было пробраться через всю игру, толком не используя возможности боевой системы. Более того, персонажи набирали уровни настолько быстро, что вы скоро начинали заметно превосходить сюжетных противников по мощи, особо не стараясь. И вы получали массу новых умений и заклинаний, вообще не прибегая к гринду. Сейчас вспоминаю десятки часов, которые я потратил на получение золотого чокоба. Чтобы все это исправить, патч Grandia 3.1 Redux для версии игры для PlayStation сконцентрировал усилия на усложнении игры. Это единственный пример в списке, где патч делает прохождение более сложным. В патче были переработаны все враги и боссы, чтобы их сложнее было победить. Также чистота получения уровней и предметов была понижена, чтобы более могущественные умения было сложнее заполучить. В этой версии для победы над финальными боссами нужно быть чуть ли не на максимальном уровне. В результате классическая GRPG получила испытания, достойные ее проработанных механик. И теперь в схватках с боссами вы всегда были на волоске от гибели. Но лично я не уверен, что суперсложные ролевые игры вообще способны обрести популярность. Аргумент принят. Хэй, ребята, а чтобы допилили какую игру хотели бы вы, пишите свои самые желанные версии в комментариях под видео. Обязательно прочту каждый. Ну, конечно же, не забывайте ставить пальцы вверх, подписываться на телеграм-канал, у нас еще бусты есть, так что все ссылки в описании. Огромное спасибо за просмотр видео до самого конца. С вами все это время был Никитун, и до скорых встреч в новых видео!